Подъезжаем к турецкой границе, в Сарпе. Надеемся пройдем ее очень быстро. Пару слов на камеру. Это грузинская часть границы, мы прошли ее очень быстро. Мы в магазин дольше ходим, чем эту границу переходим. Это уже турецкая часть границы, но здесь, как видно, есть очередь в машин 15, наверное. Мы очень долго только что проходили турецкую границу. Час 20. Час 20. Хотя могли и за 5 минут. Про паста вообще никто ничего не спрашивал. Только один раз пограничник спросил, есть ли у нас на него паспорт. Мы сказали, есть. Больше никто не интересовался ни справкой, ни самим паспортом. И все, мы теперь на территории Турции. Наконец-то наша канистра пригодилась. У нас есть проблема, что у нас карты не работают пока, по крайней мере. А наличных нам не хватит заправить и 10 литров. Вот так вот. Рим, наверное, чувствует себя художником на природе. И прямо сейчас создается вот этот вот шедевр, который вы можете посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас едем по очень красивенькой дорожке сюда. Слева от нас всегда отвесная скала, а справа жирчащий водопад. И чем отличается эта дорога от, скажем, в Туржу-Жгуле? Здесь асфальт и очень продуманные места для разъезда. Вечер движется к своему завершению. Покажу вам, как мы разворачиваем лагерь. Маленький пес ждет, когда его тоже пусят в грязную машину. Хотим турецкой шурмы попробовать и за одно время сэкономить, чтобы в дороге подальше сегодня проехать. А то мы от графика стали отставать, по-моему, еще больше. Попробуем такой, нарушим, понятно. Сейчас поднимаемся в какой-то здоровенный перевал, потому что едем километров 30 уже, и все вверх-вверх. Машина испытывает вообще глоссальные перегрузки, потому что температура и в коробке передачи, и в двигателе перевалила за 98. Пришлось слегка сбавить скорость и включить в салон печку. Слишком тяжелая машина для этого. Вот только что пересекли перевал. Туннель проходил под этой горой. И сейчас мы выехали уже на спуск. Видно, что кругом наверху лежит снег. А если смотреть в ту сторону, то видно, что все вершины гор уже ниже нас. Где мы сегодня ночевали? Мы ночевали на очень красивом озере, на котором нечаянно оказались под ветреной стороны, и весь хлам прибило к нашему берегу. Было очень грустно. Мы на Коптере полетали, и дальние берега, и полуостров, которые посередине, они были намного чище. Было немножко жаль, что мы делали этот крюк, а крюк оказался километров 18, чтобы заехать на другое озеро, на другую сторону. Но он оказался чуть хуже, чем хотелось бы. Дело в том, что вчера мы решили наверстать упущенное, и гнали до темна, и искали лагерь уже, когда стемнело бы. Без лоха и жизнь плоха. Хотел показать лагерь. Интересно же, как мы тут живем. И мы вот здесь. У нас спальник во всю длину машины. И нудной матрас. Хватает спать, чтобы вытянуться во весь рост, даже еще остается. Чтобы не мучиться в дождь, мы поставили маркизу, и у нас всегда есть сухой выход из машины на улицу. Опа! Так. Так, тут немножко темно будет, но выход, двери открываются, соответственно, можно попасть на улицу. Здесь у нас вещи на пенке лежат. Здесь мы кипятим чаечек. Здесь стульчики, столики. Это на ночь закрывалось, чтобы сюда не шел дождь. Пока решил изменить график нашего путешествия, чтобы мы вставали как можно раньше, выдвигались раньше. Потому что у нас из-за ребенка дневной гон сократился очень сильно. Потому что ребенок отнимает очень много времени. Но, тем не менее, с ребенком тоже можно путешествовать, как и с собакой. Рим, скажи, куда мы едем. Мы едем смотреть гору Аррат. Почему у нас такой маршрут? Потому что мы не выдерживаем свой же план, и мы отстаем от него на три дня. Соответственно, мы меняем маршрут и срезаем его на четыре дня. И едем сразу на гору Аррат. Мы пропускаем самое интересное. Каппадокию, да, и Средиземное море. Ну, куда деваться. Спрятались под машиной от ветра. Но снизу все равно дуло, и мы использовали дайнинг коврик, чтобы закрыться там. И сидим тут, чаевничаем. У нас на завтрак рис, тунец, немного фруктов и был салатик. Мы его доели. Мы путешествуем просто и снимаем. Мы из России. Да, мы будем. Скажи привет. 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 Да, это русский. Привет. Где я сейчас? Где я сейчас? Не подскажу. Где я сейчас? Ну, проездом. Как-то так. Поехали. Мы встретили нашего нового друга. Я из Руси. Где ты? Да я шучу, я знаю, что ты с Турцией. В общем, мы на перевале том же самом. Заехали, съехали с дороги чуть повыше. Как всегда, погода в горах, она такая. Не дает тебе посмотреть. Поэтому мы здесь, наверное, пообедаем. Так как мы взяли с собой, хотели с видом на Рарарат обедать. Будем тихонечко обедать. Ну, и смотреть все, что есть от Рарарата. А на десерт взяли турецкую национальную сладость. Называется, по-моему, Тулумба. Обильно смазанные медом шарики. Я, наверное, подразумировал, как здесь относятся люди к собаке. Так же, как мы к попугайчику. Все хотят подойти, посвистеть с ним, посмотреть на его реакцию. У нас, наверное, такая же реакция была бы на загадочную птичку. С другой стороны, это всего лишь собака. Вот, обратите внимание, люди. А поп-оп-оп просто подходят к сосу с этим. Так, потихонечку собираем зрителей. Народ подходит узнать. Общаемся ли мы на турецком. Ну, заодно и поразглядывать нас. Одно преимущество путешествия на внедорожнике. Ты можешь просто взять и заехать вот в такое место, которое оставалось позади меня. Оно окружено лесочком. Там есть тенек, защита от ветра. Но проезд сюда был, обратите внимание, вот это наши следы. Там дальше, там просто поле с водой. А внедорожник с полным приводом позволил нам там спокойно проехать. Такое вот место, поле! А на горизонте невысокие горы. Это самый лакшери-полет, который можно было придумать за весь поход. Ноги взвесил, взлетел со стола, сел на стол. В общем, сейчас только что к нам пришли местные поздороваться. И вроде бы ничего плохого в этом нет. Но поздороваться, поздороваться пришли. Да, они пришли с дружьем. Там пришло, как я понял, двое сыновей. И один то ли отец, то ли дед. Они, в общем, пришли с дружьем и пытались пригласить, наверное, нас к себе. И предупредить, что здесь есть дикие змеи, кабаны. Да, он говорил, морд, морд, морд. Не, он на самом деле, не знаю, насчет в гости приглашал ли, но он говорил, что если у вас вдруг возникнет какая-то проблема, то вы идите к нам в хоум. Нет, не хоум, дом или как-то там. Вот, поэтому он сказал, что если что, идите к нам, у нас есть оружие и требования. Я, наверное, не сколько здесь кабанов и змей боюсь, сколько местных с ружьями. Ну, Бас нас предупредит о кабанах и змеях, да, Бас? Ну, а мы пакуемся, наверное, поставим на ночь чаек и спать пора. Добрый день, друзья, мы в городе Карс и в одноименной крепости. Крепость старая была построена в 1100 каком-то году, потом из-за своего удачного георасположения она то к одним, то к другим переходила, и ее, на самом деле, очень сильно потрепали. Сейчас она в отреставрированном виде. Там есть несколько ярусов, по ним можно походить, посмотреть. В этой крепости открывается шикарный вид на сам город Карс. За городом, в горизонте, скалы, горы, все очень красиво. Причем, что по эту сторону, что по ту, но там несколько сложнее посмотреть. Здесь даже кое-где остались фортификационные пушки. Вот, и нам остается 87 километров до границы. Примерно займет один час, и мы уже будем на турецко-грузинской границе. Так что до новых встреч, уже опять в Грузии.